Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Раньше всех. Утреннее шоу на радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 8.03. Точная местная, друзья мои. Мы продолжаем с вами общение. Мы общаемся на частотах здесь, в Екатеринбурге, 92,3, в Тагиле 96,6 и в Сирое 89,5. Сейчас пойдет беседа на очень актуальную и злопыхательную тему. Ну, по крайней мере, для меня, как для, так сказать, отца героина, в хорошем смысле этого слова. Но прежде давайте о проблемах. О проблемах, то есть о пробках. Есть они у нас в городе, и вы не поверите, какие они уже есть. Итак, пробки. Дорожная сводка. Несмотря на то, что 8.03, ребята, сейчас в городе 7 баллов. Красным краснеханья к центру, потому что там уже все вообще просто колом встало в самом плохом смысле этого слова. И, например, на Суходольской вы потеряете час 29. Там 4 километра в час скорость потока. И, если верить Яндексу, час 29 вы там простоите. На Кольцовском тракте беда от Луганской машинной, от Яблоневой до Фурманова, там 27 минут придется покурить, поматериться. На Гурзовской тоже проблемы от Куйбышева до Серафимы Дерябиной и до самой Белинского 26 минут. На Амунсена, Щерса от Объездной до Степана Разина, там 25-минутный затор Высоцкого, Малышева. Короче, город встал. Поэтому, если хотите куда-то попасть, то надо было выезжать час назад. Ну и есть у нас еще традиционное перекрытие. Это Верхотурский проезд от Якада до железнодорожной эстакады. Вот все. Ну, надеюсь, они не пойдут в сторону роста, эти пробки, потому что все-таки праздники закончились, пора уже в рабочий процесс включаться. Особенно коммунальным службам, которые должны нам почистить все-таки... Ничего, они нам не должны рассуждать коммунальные службы. Если вы сейчас нас слышите, этот крик о помощи, пожалуйста, не бросайте нас. Они в поте лица трудятся, я тебя уверяю. Только где-то... Это бойцы невидимого фронта. То есть они вроде есть, но их вроде нет. Они мысленно с нами. Да. Поэтому мы сейчас перейдем к бойцам видимого фронта, к тем, кто на передовой, к тем, кто отвечает за наше все, за наших детей. Пожалуйста. Да, у нас... Кто ходит в гости утром? Сегодня уже 11 января. Это значит, что школьники тоже, кроме того, что пойдут в школу, особенно те, которые сидели несколько месяцев на удаленке, тоже к своим одноклассникам присоединятся. Ксения Соколова у нас в гостях. Это учительница начальных классов из города Березовского. Добро пожаловать к нам в эфир. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, как настрой? Настрой боевой, это как всегда у нас. Другого настроя учителя просто быть не может. Слушайте, давайте начнем с главного. Вот когда на вас вся эта радость грохнулась, я имею в виду дистант, удаленка, вы же наверняка были в легком шоке. Или нет? Конечно, в легком шоке. Потому что для учителей, честно скажу, что это было огромным новшеством. И очень многие учителя начали осваивать как раз-таки интересные современные технологии, как раз-таки благодаря дистанционному обучению. Так это же хорошо. Простая Мария Ивановна из какого-нибудь Урюпинска, которая раньше была завхоз, директор школы, главный дворник, вдруг всталась и с админом. Пришлось. А куда деваться? Слушайте, а как быстро освоили новые технологии? Ну, вы знаете, наверное, это зависит все-таки от человека. Мне далось это достаточно легко, достаточно быстро. Основные технологии, вот какие у нас были, это какие-то образовательные порталы, да, мы говорим там... Ну, мы имеем в виду там РЭШ всякие вот эти вот, да? Да, да, УЧИ.ру и прочие. И также вспомогательные. То есть это ЗУМ у нас был и был Ватсап. Слушайте, ну Ватсап это отдельная боль. Там существует такая страшная, адская идея, изобретение, как родительские чаты. Это же просто вообще бред. Просто вот общаться с некоторыми мамашами, это вот просто за пределами разумного. Я вот говорю как отец, как мужчина, потому что мамы иногда не доходят до некоторых вещей, их надо вот так вот ткнуть, чтобы они поняли. Ну, им тоже, кстати, пришлось, наверное, вот перейти на другой вот как раз-таки способ общения, потому что это уже не прибежит в школу, не устрой истерику, во-первых, учителя. Они прекрасно это делают в чатах, поверь мне. Итак, давайте вернемся к нашему всему, к нашим детям. Дети, современные дети, радостные идут в школу? Современные дети. Я думаю, что вот после дистанта я сама мама, у меня у самой многодетная семья, у меня двое школьников в семье. Подождите, двое это уже многодетные? У меня их четверо. А, это двое из них только до школы дожили. Двое дожили до школы, остальные еще доживают пока до школы. Это хорошо. Вот, я могу вам точно сказать, что после длительного дистанта, который у нас был, вот как раз захватил период весны, у меня дети с удовольствием шли в сентябре. Они соскучились по одноклассникам, им очень хотелось, у них даже возникли какие-то желания получать знания. Но сейчас как бы уже видно, что ребятки подустали к Новому году, да, тем более, что у нас не все далеко уходили на дистанту. Как раз выпало так, что пятые и первые классы, это вот те параллели, которые у нас учились. А они же не с самого начала учились. Ну, то есть там же отправляли сначала всех, а потом как-то постепенно возвращали. У нас получилось так, что вышли сначала все, потом ушли у нас шестые, седьмые, восьмые и десятые, если я не ошибаюсь, они ушли на дистант. А первоклассники так и продолжали учиться? Первоклассники, слава богу, продолжали. Нам обещали сначала, да, что осенние каникулы у нас начались с новости, что мы должны были выйти на дистант все. Но, слава богу, решение переменили. И вот в том же родительском чате, я могу сказать, там просто было ликование, когда родители узнали, что все-таки первый класс наш, вот лично мой первый класс, что мы выходим учиться очно. А почему? Потому что родители, им не с кем оставить ребенка и приходилось с ним сидеть? Либо ребенка тяжело организовать вот в таком именно маленьком возрасте? Ну, я вот как учитель, как мама, я прекрасно понимаю родителей, почему действительно была такая радость и почему я сама радовалась. Потому что достаточно сложно. Ребятки первой класса, они еще не настолько научены к общению через вот эти вот современные технологии. Да, есть компьютеры у них, есть у них планшеты, есть у них телефоны, но родители-то ходят на работу, а ребяток нужно организовать к тому, чтобы они обучались. И это достаточно сложно сделать дистанционно. Как учитель, что я могу сделать? Я могу позвонить, сказать, Вася, вставай, пора, урок включай давай быстрее ватсап, да. А Вася может и не проснуться, потому что это все-таки еще маленький ребенок, который не совсем понимает, да, главный приоритет этого образования. А что так, вот получалось, что вы обзванивали весь свой класс в 7 утра, так, подъем, каждого вот так по порядку? Слава богу, нет. Слава богу, этого не было, мы учились очно, и это замечательно. Потому что первый класс, вы сами понимаете, это нужно руку поставить, это научить читать, это очень колоссально тяжело. Это беда, это беда, потому что я вот сейчас просто замечаю. Я вот сейчас провел время с ребятенком, с моим сыном, да, я вам могу сказать, вот интереса к чтению у него ноль. Вот вообще ноль. Знаете, как решили эту проблему? Я роутер отключал. Вот серьезно, роутер выключишь. А он научился читать, потому что инструкцию искал, как его обратно включить. Наверное, наверное. Вот если бы так было, то, наверное, он бы читать научился гораздо быстрее. Слушайте, ну, как оторвать-то от гаджетов современного балбеса? Ну, знаете, есть способ, конечно, да, оторвать. Не приучать к ним. Можно отобрать, а можно не приучать, а можно попробовать использовать этого блага. Например? Вот, например, я могу вам рассказать, есть у меня такой проект, я как раз с ребятками, с родителями занимаюсь в рамках воспитательной деятельности, которая сейчас у нас обрушилась на педагогов. Мы сделали виртуальный журнал класса. Мы создали группу. Почему я сделала это ВКонтакте? Потому что сама я там зарегистрирована, и родители, большей части, у меня там зарегистрированы. Ну, то есть родители, мы сейчас говорим о людях, где-то до 40, наверное, 5 лет. Ну, да. То есть те, которые попали вот в эту сеть, примерно в возрасте, ну, скажем так, лет 20-22. Ну, вот мне как бы повезло, потому что у меня родители в основном в моем классе, это моего возраста, и я их очень хорошо понимаю, и они меня, в общем-то, тоже. И мы сейчас, каждое мероприятие, которое проводится в классе, я стараюсь делать фото-видеосъемку. Мы создаем своеобразную стенгазету, но уже совершенно в новом формате. Вот раньше у нас как были стенгазеты? То есть нам помогали кто кисти, краски, рисовали на ватманах, все это создавалось на ватманах, были рубрики различные. Сейчас мы это все делаем просто в формате совершенно другом, с помощью интернета. И ребятки это уже видят, что, например, найти какую-то информацию можно тоже с помощью интернета. Не обязательно там зависать где-то в ТикТоке, а можно и сделать так, чтобы интернет в помощь был. А как же библиотеки? Вот я помню, мы делали эти стенгазеты, у нас был, во-первых, мозговой штурм, это нас объединяло. Чтобы какую-то информацию найти, надо было пойти в библиотеку, либо поискать какие-то газеты, вырезки. Это все очень такая кропотливая работа, но она вот, ну, тебя вот именно на этот поиск, именно физически заставляла. Ну и как бы ты больше узнавал. Да. Потому что, разгадывая те же дебильные кроссворды, ты брал том советской энциклопедии. Это я сейчас о своем дремучем советском детстве. Ну так, это не только, это совсем дремучее. И ты, допустим, искал что-то, и ты узнавал о том, что есть такой елоупуки, есть там еще елоустонский парк и ряд других вещей. На самом деле, чем больше источников информации, тем лучше. Библиотекой мы также активно пользуемся. Ребятки, у меня уже все зарегистрированы в нашей библиотеке. У нас ранее, вот еще до карантина, постоянно проводились экскурсии в библиотеки в сельские, то есть в городские. Сейчас, конечно, у нас это ограничено, и мы пользуемся услугами нашей школьной библиотеки. Дивися, сынку, это книги. Ох, а их еще читают. То есть, чтобы попасть в библиотеку, надо электронно зарегистрироваться. Опять же, у нас все в виртуальном мире где-то происходит. Не надо прийти с библиотекарем, пообщаться, где он тебе объяснит, расскажет все. Вот эту карточку бумажную, да потом еще ты хвастаешься перед одноклассниками, когда она у тебя заполнена, мол, ты такой крутой, столько читаешь. Ну, школьные библиотеки работают у нас в том же режиме. Ребенок может прийти к библиотекарю в режиме тет-а-тет, он ему посоветует книгу, которую нужно. Более того, я им иногда даю задания. Вот у нас есть окружающий мир, у меня есть детки, которые... Давайте вернемся после перерыва небольшого. Итак, товарищи, 8-16, говорим о насущном, о болезненном, о том, что, скажем так, заставляет биться сердца людей более учащенно. Это школа. Да, школа, школа, я скучаю. Ксения Соколова у нас в гостях, учитель начальных классов из города Березовского. Вот мы говорили о чем? О чем? А вот о библиотеках зашла я. Вот оно современное клиповое мышление, правда? Видите, 3 секунды, бац, и нет, и не все, и беда. А как вот, кстати говоря, ребятенка все-таки заинтересовать к школе? Понятно, что когда он заканчивает детский сад, его прет. Да, это какая-то новая стадия, это новый какой-то статус социальный. Он уже плюет на своих друзей из младших групп. Вот так, я уже школьник. А потом, ну у меня, по крайней мере, пока еще его прет от учебы. В каком возрасте у них начинается вот это разочарование? Ну вот, ребятки, которые приходят к нам из садика, это ребятки, у которых ведущий вид деятельности все-таки игра, да, как правило. И учители начальных классов, которых принимает свои теплые объятия из этого садика, его задача как раз-таки совместить приятное с полезным. Поэтому используются многие игровые формы, но в основном мы это делаем в классе первом, втором. Где-то уже во втором классе, когда начинается такая серьезная теория, когда нужно уже учить какие-то правила, зазубривать, ребятки, как правило, вот и сдают. Да, сдают. А у них же сейчас у многих еще и собственное мнение глобальное такое, знаете, прямо грандиозное. А вот, кстати, оно сейчас раньше появляется, чем вот в прошлые годы, вот в прошлое поколение? Мне кажется, что гораздо раньше, да. Но на самом деле это не так плохо, если ребенку объяснить, что помимо какого-то мнения у него есть еще и обязанности. То есть мы знаем права, но мы должны знать и обязанности своих. А вот это золотые слова, на самом деле. Первом классе они начинают за выборами в Америке следить. Да ну неправда. Вот моему ребятенку глубоко плевать на выборы в Америке, зато ему не плевать на жизнь того же Моргенштерна, как ни странно. И какой-нибудь Клавы Коки. И когда он начинает рассуждать, папа, а ты знаешь, а ты смотрел, папа понимает, что папа ужас какой старый. Ну у них очень быстро меняются кумиры. Это у них был Ивангай какой-то еще несколько лет назад, а сейчас у них Моргенштерн. Это же ненадолго, мне кажется, не надо на этом особо акцентировать и заострять. Да, это на самом деле временно, это мода, которая приходит и уходит, а знания, которые должен вложить учитель, которые должен получить ученик, они остаются. Ну вот вы как сами, с этим же все равно тяжело бороться, да? То есть если Ивангай это какое-то такое баловство, все равно более форматное, а Моргенштерн там же мат на мате, я уже как бабушка говорю. То есть вот как-то вы пытаетесь с этим, ну, не знаю, выбивать вот эту вот информацию, вот эту вот пошлость и гадость из детей? Вот каким образом это сделать? Песни советских мультиков? Учите ли вы детей материться правильно? Я так шнурову. Я сама, мне кажется, не умею. Ой, да ладно. А когда вас на трассе подрезают, вряд ли вы вспоминаете салату Бетховена. Там, скорее всего, эх, крепкая русская появляется. Да это нормально. Нет, а если серьезно, вот как все-таки объяснить ребенку, что, ну, давайте быть более культурным, что ли? Ну, вот есть такое золотое правило, запретный плод сладок. Поэтому если я встану на уроки и начну говорить, это нельзя, то нельзя, другое нельзя, они сделают с точностью, да наоборот, они придут домой, включат все альбомы Моргенштерна, да, и будут его слушать. Поэтому я стараюсь их переключить как-то внимание. И вот, в частности, вот этот видеожурнал, да, про который я уже говорила, это один из способов, ребятки у меня, они выступают и как корреспонденты, и собирают информацию, и как ведущие, и как актеры мы записываем различные ролики, выкладываем их на радость родителям. Это один из способов отвлечь, вывести из вот того вот общества, да, которое у нас негативно влияет. Так это у вас прям целый блок получается. Да, школа блогеров. А с кем сложнее в данном случае, с родителями или с детьми? Вы знаете, мне кажется, что к каждому нужен подход. Сложно сказать, что вот конкретно сложно с детьми, сложно с родителями. С каждым есть свои особенности. Нужен подход. К любому родителю, и когда родители обращаются ко мне за помощью, я в первую очередь думаю, а как бы мне хотелось, вот как матери, чтобы прореагировал учитель. И уже пытаюсь вот из этой ситуации исходя, поэтому мне несложно. А мне вот всегда интересно, а как часто к вам обращаются родители? Потому что сейчас же первым делом человек лезет куда? Правильно, опять же в интернет. На всякие яжемамкинские форумы, на всякие эти вот там дебилоидные психологические всякие эти вот сайты. Как часто люди сейчас вот обращаются за помощью именно к педагогу? У педагога есть большое преимущество, это опыт. Это конкретный опыт работы с детьми. Поэтому, ну как бы когда родители обращаются, конечно, я нахожу возможность им помочь, нахожу возможность им ответить, обращаются очень часто. Это, начиная от проблем, как моему ребенку правильно держать ручку, заканчивая проблемой, мы потеряли сменку. То есть, всего навалом. А вот, например, не слушай и садитесь, а что делать, помогите вот такого рода. Бывают просьбы? Бывают такого рода просьбы, но это все зависит от ситуации, зависит от самого ребенка. Конкретно здесь какой-то вот такой прям рецепт дать я не могу. Но нужно искать действительно подходы, искать какие-то ключи. Ну вот, а рецепт-то можете дать? Вот у нас сейчас 11 дней прошло каникул, еще бог знает, сколько некоторые ребятишки просидели на дистанционном обучении. Как родителям сейчас настроить ребенка, подготовить, может быть, морально и физически, чтобы он пошел вот в хорошем настроении и с желанием учиться? Самое главное — это терпение. Что я могу сказать? Где же взять-то его? Терпение и выдержка, потому что дети, они все-таки дети. Они еще не всегда понимают, что они творят, не всегда понимают, что они говорят. Поэтому задача взрослого человека — это правильно настроить, правильный настрой. А настрой может добиваться разными способами. Но в частности, конечно, как учителя я могу посоветовать, что это нужны разговоры какие-то, это нужны совместные времяпрепровождения по вечерам, возможно, какие-то книжечки почитать, возможно, какой-то метод пряника использовать. Это подожди, это так садишь ребенка и говоришь, так, у меня серьезный разговор. Ребенок, через три дня ты должен отправиться в школу. Я понимаю, что это очень серьезно и сложно для тебя. Вот такого рода разговоры, да? Примерно так. Я думаю, что дети будут удивлены как минимум такому поведению родителей. По большому счету, да. Сразу видно, что у меня нет детей. Нет, потому что когда с ними вот действительно серьезно разговариваешь, абсолютно как со взрослыми, они быстрее реагируют. И более того, они прям запоминают это. И это очень здорово. То есть вот когда с ними сюхаешься и сюсюхаешься, это ни к чему хорошему не приведет. Орешь, тем более. А когда вот просто спокойно, серьезно беседуешь, это прям эффект бомбы какой-то. Серьезно. Вот от чего это происходит? Ну, это происходит от того, что детки, они всегда равняются на взрослых. И им хочется, чтобы к ним-то относились так же, как к взрослым. И когда к ним действительно начинаешь так относиться, а не командуешь, а не показываешь, что ты выше, тогда дети становятся ближе. А если, допустим, вот я заметил, у меня ребятенок принес из школы пару-тройку таких, ну, достаточно крепеньких словечек. Папа сам любите крепко заложить, что называется, из матерка хорошо и так далее. Как у ребенка отбить вот охоту ругаться? Материться при родителях. Хотя бы при родителях. Вы знаете, были такие случаи у нас и приносили не то, что со школы, с садика приносили. Делаешь круглые глаза, отворачиваешься и не обращаешь внимания. Лучший способ. Иначе, если акцентируешь, потом ребенок будет постоянно. Ага, вот мама прореагировала на это слово, почему бы не повторить? А вот у меня наоборот в детстве было. Я уже взрослая тетка в 26 лет и боюсь при матери слова плохого сказать, заматериться, потому что даст мне оплеуху. Может быть, лучше какой-то, не знаю, страх внушать, что вот при родителях нельзя. А без родителей? Пожалуйста. На улице со своими пацанами, девчонками, пожалуйста. Главное, чтобы взрослые не видели, не слышали этого. Но опять же, на улице-то что хорошего? Вот идет он, извините, малявочка маленькая, да, там 11-10 лет и материться на всю улицу. Нет, я про то, что вот вы в своей вот этой детской компании, когда вокруг нет взрослых, пожалуйста, ну, как хотите разговаривать. А если кто-то услышит? А это уже вот ваши проблемы. Действительно, вот так и живем. То есть, понимание границей, я о понимании границ вот именно. Давайте лучше сделаем вот что. У нас минутки две осталось буквально, или минутка. Давайте сделаем вот что. Вот сейчас огромное количество народу, 8-25, ну, либо уже в школе, либо еще собираются в школу. Мы же не знаем, кто-то там в элитных гимназиях, кто-то нет. Пара-тройка советов. Понятно, сейчас дети, они сегодня выйдут радостные на учебу, они с ошалевшим глазом. Как сохранить этот вот ошалевший глаз от счастья? Нужно быть на одной волне с ребенком. Нужно быть добрее к детям. И самим детям нужно быть послушным. Ну что, сынка, пойдем покурим под Моргенштерна, так что ли? 3850923, доброе утро. Наушники, наушники наденьте, будьте добры. Здрасте. Гост студии Дмитрий, четырежды папа, Екатеринбург. Здрасте, Дмитрий. Здравствуйте, ребят. Самое главное, вот, кстати, про мат, посмотрите, это древний, забытый язык призывания демонов. Соответственно, каждое матерное слово, это призывание несчастья на свою семью, на свою голову. Так что надо подумать, стоит материться или нет. Хотя у меня тоже иногда бывает, но, слава богу, при детях нет. Ну, я тоже вот изо всех сил фильтрую, что называется, но не всегда удается, особенно когда на дорогах. Да, нам повезло, мы православные люди, и детям объясняем, что, ну, это богу, как говорится, либо с чистыми устами, либо с грязными, это нам уже выбирать. А насчет школ, да, сейчас дети, конечно, в тревоге у меня дочка пошла, но будем надеяться, что все будет хорошо, самое главное их любить. Понятно, спасибо. Ну, вот на этой ноте мы и заканчиваем. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, очень радостно было с вами пообщаться, правда. Ксения Соколова у нас в гостях была, учителя начальных классов из Березовского. Я прям как в школу ненадолго забырнул. Давай, финальный аккорд, Андрей, перед перерывом. Да нет, не буду я никакие финальные аккорды делать, просто у нас впереди еще очень много интересного. Друзья, радио Комсомольская правда, оставайтесь с нами. Здесь в Екатеринбурге 92,3, в Нижнем Тагиле 96,6 и в Серове 89,5. Вам спасибо, что пришли. Спасибо. Раньше всех Подкаст от радио Комсомольская правда Екатеринбург 92,3 FM